Здравствуйте, представители знака зодиака Козирог. Февраль 2024 года. Торопрогноз гороскоп по 12 домам гороскопа. И ключевой вопрос. Как изменится моя жизнь? Как изменится ваша жизнь, мои дорогие Козироги? Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И февраль месяц 2024 года, он особенный. Потому что сам по себе год, год дракона, это еще и високосный год. И у нас в феврале как будто дополнительный день. В обычном году у нас 28 дней в феврале, а здесь вот как раз 29-й. И что интересно и примечательно, еще и будет два стеллиума. Что такое стеллиум? Это скопление планет. Так вот, 17 февраля будет скопление планет в знаке зодиака Водолея. И это очень мощная сила в виде Плутона, Венеры и Марса. И как раз в этот дополнительный день февраля 29-го будет еще один стеллиум. И это будет Солнце, Сатурн ваш, мои дорогие, и Меркурий. Вот, видимо, в феврале вы какую-то либо получите информацию. Это может быть ожидаемо, а может для кого-то и неожиданно. Или вы с чем-то словно будете определяться, словно высшие силы, назовите это судьба, планетарные какие-то события, которые на всех нас влияют, либо вынуждают нас сделать какой-то важный вывод или подводят к какому-то итогу. 12 домов гороскопа. Я уверена, вы знаете, каждый дом отвечает за ту или иную сферу жизни. Вот давайте мы узнаем. И первый дом гороскопа – это вы, ваша личность. Настроение, может быть, в течение февраля. Общий фон. Давайте узнаем, что для вас, мои дорогие козероги, будет важным, главным. Луна. Ну вот, наверное, та самая неопределенность. С чем-то вы хотите разобраться. У кого-то это просто вопросы, связанные с домом, с семьей. И у кого сейчас все в паре хорошо, то вполне вероятно больше внимания как раз семье будете уделять. Или, мои дорогие козероги, захочется уюта, покоя, комфорта, вот чтобы никто не дергал. Вот такое запросто по Луне может быть. Кроме того, Луна – это у нас сама по себе карта тысячи неопределенностей. И нам говорят, выглянет солнце, все станет на свои места. Может быть, вы ждете какие-то документы. Когда действительно пришел документ с подписями и печатями, и для нас уже что-то определилось. Ну, как точка отчета, когда мы можем действовать. Может быть, это и еще какие-то события. У каждого по-своему, безусловно, проиграется. Но по Луне не рискуйте собой. Все же это старший аркан. Любой старший аркан говорит нам о том, что обстоятельства влияют на нас. Ну и вы как будто с ними тоже можете столкнуться. Вот собой не рисковать, потому что, знаете, как по Луне мы рассеянные. Нет концентрации внимания. По Луне мы где-то делаем что-либо на автоматизме. И это не лучший помощник. Автоматизм может быть в феврале. Здесь как раз наоборот, вот и нужна. Это как и критическое мышление, так и концентрация внимания. Два стылиума. Но сами по себе для вас энергии. Может быть, это как, знаете, вот выдохнуть после многолетнего нахождения Плутона в вашем знаке. Ну давайте пойдем дальше. И второй дом – это у нас финансы. Десятка кубков. Правда, у кого-то будут вопросы личной жизни, в принципе, вопросы, связанные с недвижимостью. Может быть, вы будете что-то решать. Как будто что-то для вас со знаком. Плюс все-таки десятка кубков – всячески положительная карта. Она нам о благополучии, где-то о счастье. И есть люди, которые вас любят, понимают. У кого дома сейчас все в порядке, у каждого же своя какая-то личная история. Ну, значит, какие-то приятности для вас будут. Или вообще сами по себе деньги. Карта благополучия в целом вам выпадает на финансы. И как будто с этим домом полный порядок. Тут как раз, может быть, какие-то приятные сюрпризы для вас будут. Или вот сама по себе какой-то релакс, нега. И когда вы можете, вот как раз дом – это расслабиться, отдохнуть. И физическое состояние привести в норму. Ну, и душевный покой найти тоже. Давайте мы посмотрим. Третий дом – это у нас дом коммуникаций. Это коллеги, соседи, социум и короткие поездки. Что для вас, как видят карты. Правда, куда-то придется отправиться. Рыцарь мечей. Называют его еще… Я его так называю, во второй иллюминатах это так звучит, бутарит. Без причины. И правда, мы можем столкнуться, даже отправляясь в поездку. Или к вам кто-то. Все-таки мы про социум говорим. Да, коллеги, соседи. То есть вот те люди, которых мы не отменим. Но, видимо, быть предельно внимательным к вашему окружению. Потому что, с одной стороны, это могут быть действительно люди со сложным характером. Которые на нас, ну, так наседать словно, давить могут, чтобы мы приняли их точку зрения. А их точка зрения, она не всегда будет корректна. И если мы как раз начнем искать какую-то информацию или проверять то, что нам сказали, то мы увидим, что, а нет, обстоятельства, ну, они как-то в другом ключе находятся. Более того, по рыцарю мечей могут быть еще и где-то проверяющие, мои дорогие. К вам кто-то может приехать словно внезапно. Поэтому будьте внимательны. Может быть, карта Луна говорит еще нам о том, что если вы подписываете какие-то документы или оформляете, значит, юридически вот по этой карте только в плюс проигрывается один момент, когда вы ищете правду и вы ее находите. Здесь не только сама по себе правда, которую, ну, мы нашли и потом как с флагом бегаем с ней или кому-то что-то доказываем. Нет, тут больше, знаете, такие юридические моменты, когда мы можем узнать информацию, мы можем ее буквально где-то раскопать или обратиться к специалистам, которые знают, как работает закон, предположим, в отношении вас. Вот, видимо, настолько быть педантичным все, что касается вашего социума, может быть, в этом и подвох с учетом карты Луна. Будут говорить одно, а обстоятельства как-то будут по-другому складываться. Или могут обещать что-то. Вполне вероятно, мои дорогие козероги, вам уже что-то пообещали. А в феврале вы увидите, что, ах, нет, как-то обещания не стыкуются с делом. У кого-то и так может эта Луна проиграться. И, опять же, не на автоматизме, если вы тем более руководитель, не ставьте свои визы, подписи, печати личные под теми документами, которые вы не проверите. Может быть, это банальный отчет, мои дорогие, но как будто оплошность мы можем совершить где-то по наитию, понадеявшись на авось, например, да, или какой-то вопрос дела не рассмотреть до конца пристально. Или люди могут так вести, выдавая какую-то истину, как за истину точнее, то, что по факту, ну, как-то не жизнеспособно. Четвертый дом. Самый важный дом, мои дорогие. И четвертый – это сам по себе дом гороскопа, который про наше жилье говорит, о семье говорит. А вообще это чувство защищенности по четвертому дому. Вот что для вас на феврале. Хотя десятка кубков где-то говорит, что дома-то как раз все в порядке. Да точно. Ваша карта. Королева Пентакли. В каком смысле? Это ваши стихии, стихия земля. И здесь все у вас под контролем. У вас все стабильно, правда. Но вот где-то оплошность, видимо, какая-то может быть. Поэтому будьте внимательны. Если мы говорим про чувство защищенности, как раз у вас, знаете, и будет это самое чувство, что бы ни происходило, невзирая на Луну. То есть все равно вы, ваше внутреннее состояние, душевный комфорт, как будто на февраль месяц будет на должном уровне. Когда, правда, вы можете что-то просчитать. Или, вот, кстати, по карте Луна нам ведь еще совет дают прислушаться к интуиции. И по Королеве Пентакли. Карта нам говорит о том, что Королева Пентакли добилась всего сама. Практически в любой колоде она изображена среди райского сада, который построила своими руками. И слушайте интуицию еще дважды. Почему? Потому что любой проект у Королевы Пентакли сначала рождается в ментальности, а потом она реализует это на практике. Поэтому вот для вас, мои дорогие козероги, нет ничего невозможного. Но какие-то вот как будто спицы в колеса, они могут быть. Где-то по невнимательности, неосторожности с вашей стороны. И где-то вот с такими сложными людьми с характером, которых мы не отменим, кстати. Давайте пойдем дальше. И пятый дом. Это дом отдыха, творчества, хобби, досуга, развлечений каких-то. Самое лучшее для вас развлечение будет отдых. И где-то может быть вот так, как по десятке кубков, да, я сказала, какой-то хороший релакс, когда и привести мысли в порядок, себя не тормошить. Может быть, отчасти, если вы чувствуете усталость. Или, знаете, бывает такое, когда мы что-то делаем, движемся, ну вот поставили перед собой цель. И вроде как движемся в этом направлении. А вот все как-то вот со скрипом не получается. И если какой-то метод не срабатывает, как будто карта говорит, остановись. Вот просто остановись, ну, как перевести дух или осмотреться вокруг, проанализировать что-то, не случайно мысли в порядок и просто отдохни. Уставшие люди делают ошибки. Дом, наверное, для вас будет как крепость, как цитадель. И уделить внимание конкретно отдыху вам как будто нужно. Иначе падает наш иммунитет из-за усталости, мои дорогие козероги. Хоть вы люди выносливые, но тем не менее, и инфекции сейчас как раз эпидемиологически не дремлют. Это самая банальная какая-то простуда, грипп, поэтому будьте к себе внимательны. Хотя дом не совсем об этом, а про развлечения и отдых. И тут карта, по сути дела, паузы. Вот, ну, у кого-то может проиграться вынужденные, мои дорогие, паузы. Шестой дом у нас идет, дом за здоровье. И хоть я на канале Тароэспирационы не рассматриваю вопросы здоровья, но тем не менее, по гороскопу этот дом идет, по домам точнее. И подразумевается не только в целом здоровье, а есть такой пункт травмы. Вот поэтому давайте мы все-таки эту карту достанем, что для вас. И я понимаю, что это не для всех, мои дорогие. Но тем не менее, что нам скажут? Карта праздника. У кого-то может быть, кстати, выздоровление. То есть, если даже какие-то простудные заболевания, но они вас как будто не сложат надолго. В постель. Или какие-то, может быть, прежде, да, уже с января какое-то состояние такое тянется, когда я не чувствую себя неработоспособным, а каким-то разбитым, как будто будет улучшение. Или вы сдавали какие-либо анализы. И здесь нам праздник выпадает. Поэтому что-то вы о себе узнаете наверняка точно, что-то вас порадует. С другой стороны, будьте аккуратны, отправляясь в какие-то путешествия. Или будьте аккуратны с праздником, мои дорогие. Правда, кто знает, выпил, съел что-то того, что не воспринял ваш организм. Или, ну, где-то алкоголь, тоже будьте аккуратны. Или то, что вам, может быть, наливают незнакомое. Кто знает, иногда это тоже может проиграться. Одним словом, будьте внимательны. Идем дальше. И следующий дом, это у нас седьмой дом. Брак и партнерство. Итак, февраль для козерогов. Расскажите нам. Брак и партнерство. Ну, подшельнику и не брак, и не партнерство, конечно. Надейтесь сами на себя. И, в принципе-то, нам уже об этом верхний ряд карт тоже сказал. По отшельнику могу сказать сразу, мои дорогие козероги, люблю эту карту. За что? Никто не мешает. То есть при должном внимании вы увидите все и подвохи, и подводные камни, и какие-то нестыковки. Куда вам не стоит торопиться. Отшельник идет медленно. Поэтому для кого-то из вас, вот вопросы семьи-то у нас все-таки выпадают, пусть на второй дом финансов, но, значит, есть как бы составляющая для тех, кто в паре, для тех, кто в семье. И нам говорят, ну, благополучный в целом период. Для тех, кто один или одна, мои дорогие, я не могу сказать, что что-то будет тут вот как новое знакомство именно по этому дому. Больше говорят о том, что будь внимателен. У нас отшельник идет, и, кстати, он всегда с фонарем изображен. А фонарь – это как раз про образ интуиции. Вот нам про интуицию карта Луна и говорит. Внезапно фонарь включился, и отшельник видит змею, которая свернулась в кружок такой у него на пути. Поэтому слушайте, правда, интуицию в отношении вообще, может быть, партнерства по работе или по вашему бизнесу. Одним словом, надейтесь сами на себя. Не верьте где-то обещаниям, нам ведь тоже сказали пары царемичей, что человек говорит одно, делает другое. Поэтому просчитывайте каждый какой-то проект, как я буду выходить из той или иной ситуации. Мои действия наперед. Каким образом, ну, как будто будет отголосок, да, каких-то обещаний, обстоятельств. Или если вы строите с кем-то планы, неважно, может быть, даже где-то в семье с вашими близкими, с родственниками. Или пусть это вопросы работы, бизнеса. Вот всё равно как будто концентрация на себе. Чтобы не совершить каких-то ошибок, себя, видимо, в последующем не поставить в какую-то тупиковую ситуацию. Это ведь у нас мудрец, к которому обращаются и в сложных вопросах, и он словно вот этот гордив узел может распутать. Или принять соломоновое решение. Может быть, важное как раз решение у вас по части партнёрства, брака, и будут в феврале. Восьмой дом. Самый тайный дом. Это дом трансформации. Это также дом юридических вопросов. Где-то они проходят. Это дом неожиданностей. Хотя по верхним картам не скажешь, что какая-то неожиданность. Ну, разве что в виде людей может к вам где-то прийти. Да, правда, не совсем о неожиданности. Разве что какие-то сообщения от ваших родственников и семьи. Всё-таки король кубков – это часто придворные карты двора кубковые. Как раз о нашем близком окружении, конкретно супругах или с кем вы вместе проживаете. Могут так отдалённо говорить об очень близких друзьях или родственниках, каких-то кровных узах, связях, таких тесных. И те или иные вопросы вы будете решать с людьми, которых вы уже хорошо знаете. У кого-то из вас как событие всё-таки луна, опять же, новость какая-то придёт, может быть, от ваших близких. И это может быть та новость, которую где-то вы не ожидали. С другой стороны, по королю кубков вообще это баланс между финансами и где-то отношениями. И вот, наверное, контролировать, как и лояльность к миру, быть дипломатом и контролировать материальную свою составляющую. И тогда не будет неожиданности. Вот нам об этом говорит карта. У кого-то может проиграться и конкретно человек, который рождён под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион или имеет там асцендент. И такое тоже может быть. Но каких-то обстоятельств непредалимой силы по этой карте нам не рассказывают. И давайте пойдём дальше. И девятый дом – это дом дальних стран, путешествий, переездов или философии, религии. Первая победа. Пятёрка мечей. У кого-то из вас буквально был, может быть, конфликт с вашими родственниками, отдалёнными или какими-то родственниками. Знаете, как не кровное родство, а по мужу, по жене, по вашей. Всё же по девятому дому может, с учётом вот этих карт, у кого-то быть ситуация именно в личной жизни, когда вам, может быть, и придётся куда-то отправиться, если мы говорим про поездки. Но карта об этом не говорит. Скорее, знаете, вот так вот, если в целом у каждого по-своему проиграется. Понятно, у каждого из вас, мои дорогие Козероги, была какая-то типа первого победа. Когда вроде бы мы и победили, вроде бы мы и настояли на своём. Но сам по себе либо вопрос не решился, либо нас эта победа не радует. То есть какое-то разочарование, нет ни согласия, нет ни взаимопонимания. Вот у каждого из нас есть такие люди в нашем окружении. Какая-то прежняя ситуация, которая была с вашими людьми, вот которых вы знаете, или близкими людьми, родственниками, повторяюсь, она может как будто либо о себе напомнить, либо сам по себе человек где-то к вам внезапно приехать, или вам придётся отправиться, чтобы улаживать какие-то дела. Но по этой карте, знаете, ещё проходит уединение. Замыкаемся. И вот здесь как раз вот эти две карты для кого-то из вас и могут с учётом девятого дома проиграться так, что прежняя история, которая или человек, люди, которые предали у кого-то, так может пройти. Кого-то, ну, знаете, это какая-то была неожиданность, которая тоже вы не ожидали. Вот здесь вы по части круга общения или конкретных людей будете делать важные выборы и в чём-то ставить точку, как будто разграничивать, могу верить или нет. Или будет этот конфликт какой-то продолжаться, но ведь по первой победе нам что говорят по пятёрке мечей? Держи нейтралитет. Собственно, по рыцарю мечей говорят то же самое, не включайся в какой-то вопрос. Значит, где-то могут провоцировать. Но, видимо, вот быть вот этим мудрецом для вас очень важно. Что примечательно, ведь тоже брак или партнёрство. Почему у кого-то это проиграется, может быть, в делах личных, семейных, с родственниками, а у кого-то с партнёрами по бизнесу или по работе. Тут у каждого по-своему. Поэтому держите марку, мои дорогие козероги. Будьте сдержаны, ведь кто-то действительно может провоцировать, зная ваш характер. Может быть, терплю, терплю, а потом пойду в разнос. Нельзя как будто по этим двум картам, иначе можем себе навредить. Люди могут, если провоцировать. Так кто знает, сейчас очень много всевозможных средств, как записать разговор, а потом перевернуть всё с ног на голову. Вот по Луне ведь тысячи, может быть, ситуаций, которых в одном раскладе не предугадаешь. Поэтому, ну вот как будто через людей, через разговор, через обострение отношений вы можете себе, ну, такую медвежью услугу сослужить. И именно потому, что вас именно люди будут где-то на это провоцировать. Короче, будьте внимательны, мои дорогие козероги. Вот странно, вы же люди как раз надёжно терпеливые. Чтобы уже вывести из себя козерога, это надо очень постараться. Ну, мало ли, вот у нас есть такие труженики, которые стараются. Наверное, в жизни каждого из нас, ладно, перевернулось, но и закрылась словно карта. А вот эта выскочила. Это, я хотела сказать, на десятый дом, но, может быть, это нам карта где-то ещё по девятому дому, говорит, двойка пентаклей. Действительно, поездки могут быть внезапные. И, знаете, это карта спонтанности. Можно расценивать как спонтанность, но это словно игра. У нас великий манипулятор, по сути дела, изображён, жонглёр, который жонглирует двумя пентаклями. Я могу сказать, что не время тратить деньги, не время как будто кому-то говорить с точкой, что да, я вот это совершу или сделаю, или резко от чего-то отказаться. Тут, правда, вот именно жонглирование, манипулирование, наверное, для вас самый лучший способ действия. Вот тут ещё две карты, они как бы тоже переворачивались. Могут прийти, как и люди, правда, человек к вам может приехать. Или вам придётся куда-то быстро отправиться. Причём так спешно, что вы что-то не сможете отложить на потом. У кого-то будут, может быть, вопросы, действительно, связанные с жильём, карты императора, и вам придётся что-то согласовывать в высоких инстанциях. По рыцарю жезлов всё же вы, даже если куда-то отправляетесь, решать на местности как будто важные вопросы. Будьте, ну, холоднокровно сдержаны, держите марку. Возможности у вас немалые. Но и вы как будто горячность у себя можете повредить. Вот будьте гибки и, ну, где-то паузу держать для вас будет хорошей практикой. Ладно, давайте всё-таки на работу посмотрим. И десятый дом – это работа, карьера, власть. Так это в целом для кого-то чистолюбивые планы, амбиции. Что нам подскажут карты? Как рабочие процессы для Козерога в феврале. Ну, как будто есть какая-то ситуация разочаровывающая. Ещё одна карта тянулась, и нам, правда, мои дорогие, на работе тоже не должны себе помешать. Может быть, это по части власти, правда, в чём-то вы будете ставить точку. Хотя по тройке мечей точка уже поставлена. И какой-то опыт наш, он должен остаться в виде опыта, а не в виде эмоций. С учётом короля мечей дважды. Может быть, есть какие-то вопросы, которые вы должны как будто на пару шагов вперёд предвидеть. Правда, по королю мечей идут как банки, как высокие инстанции, как люди, которые представители власти законной, понимаете. Могут идти и адвокаты, и юристы делать что-то наверняка. Вот у вас, как будто, мои дорогие Козероги, со стороны либо юриспруденции, либо каких-то проектов, которые, я даже не могу сказать, что ваши, а как будто вас туда могут пригласить или затянуть буквально. Тут у каждого своя судьба. Или для кого-то из вас это может быть отчасти вопросы личной жизни. Всё-таки это у нас карта власти. Может быть, вы какой-то вопрос решите, хотите решить властно так. Значит, это надо делать тоже по закону. Закон в целом не нарушаем. А если были какие-то разочарования, как будто человек на работе тоже, который добавил неприятных эмоций, вдруг может материализоваться, может быть, вы о нём забыли, или какая-то история о себе напомнить. Поэтому где-то себя беречь определённо стоит. Давайте одиннадцатый дом. Это дом дружбы и взаимопомощи. Вот, смотрите, рядом выпадает аркан справедливости. По справедливости это всегда причинно-следственная связь. У кого-то это, правда, вопросы, связанные со слушанием в суде. И, значит, будьте честны сами с собой. И как вы прежде поступили, здесь как будто нам приходит такой итог. И если вы прежде поступили правильно, в чём-то себя подстраховали, или хорошо вы поступили, если мы смотрим на дом дружбы, взаимопомощи, то вам человек придёт на выручку. Если мы где-то сделали, ну, так не очень красиво что-то, то где-то можем получить и тоже отчасти конфронтацию. Но я так надеюсь, что это не для всех проиграется. Но, мои дорогие козероги, в очередной раз повторюсь. Вот быть к окружению, как и близкому, так и к дальнему. Как и к родному, так и к тому, что мы не отменим, коллеги, социум. Вам определённо нужно, подмечая какие-то несущественные детали, они могут как раз проиграться через какой-то период времени, как будто напоминая о себе. По части справедливости, когда выпадает эта карта, и вот как раз ведь о взаимопомощи. Кто знает, это такая может быть ситуация, когда вам придётся обратиться как раз к закону для того, чтобы себя защищать. У кого-то ведь это тоже может быть очень актуально. Ну, и обычно я говорю, соблюдайте закон даже в мелочах, когда вы переходите дорогу, мои дорогие. Вот вообще по Плутону, который теперь в Водолее, нельзя делать то, что на первый взгляд кажется, ну, где-то сойдёт, или сойдёт с рук. Вот я имею в виду момент, или я делал так, или делала всегда, и всё было нормально. А вот здесь по Плутону нет. У вас как будто должно быть, ну, всё так, когда комар носа не подточит. Двенадцатый дом. Это то, что скрыто, или где-то часто то, что скрыто, в последующем нам оборачивается какими-то проблемами. Это дом фантазии. Поэтому давайте мы по части того, что скрыто, что потом может нам каким-то минусом выйти. Вот в этом контексте мы достанем карту. Но здесь, знаете, как не упустить какую-то возможность на будущий период. Уделить внимание как раз своим фантазиям, своему вдохновению. То тому, что вы хотите совершить, сделать, куда-то отправиться, или какой-то проект, или попробовать себя в новом деле. Вообще всё под контролем, потому что это у нас Паш Пентакли. Для кого-то из вас это вопросы, связанные с детьми. Может быть, вы будете оформлять какие-то документы, или участвовать в жизни ребёнка, оплачивая, например, за учёбу. Вполне вероятно. Это можете быть и вы сами, если говорим мы дом фантазии. Ведь это начало, это учёба. Папажу Пентакли проходит, когда мы готовы практически переступить через порог перемен, чтобы отправиться в новое будущее, с новым вдохновением, с новыми планами, с новыми силами. И вот как раз где-то 12 дом может говорить об этом переходе. Нам не говорят о подвохе, мои дорогие, нет. Наоборот, говорят, ты просчитывай всё детально. Но это где-то козерога не надо предупреждать. Вы так и живёте. Да и королева Пентакли нам выпала. У вас всё под контролем. Ну, а то, что может составлять где-то вопросы, я уже озвучила. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.